МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе оживленного центра Одинцова располагалась типичная русская деревня Акишева. Таких деревень, таких поселений в нашей стране несколько, причем в разных совершенно уголках. И, скорее всего, происходит название Акишева от имени Акиша. Это сокращение от такого красивого русского имени, как Акинфий. Такой был Акинфий в нашем случае, к сожалению, неизвестно. Может, какой-то такой первопоселенец может быть. Но известно, что деревня Акишева всегда как-то шла в связке с селом Одинцова. Деревенские жители ходили на службу в Гребневскую церковь. По Булыжной мостовой на Интернациональной улице ездили на железнодорожную станцию. Первое кирпичное здание здесь было построено в 30-е годы прошлого века. В нем расположилась семилетняя школа. Это было здание на 200 учеников. Одна из таких, наверное, первых здесь школ, построенных специально, со всеми удобствами, со всем оснащением. И если мы почитаем, скажем, в таком уме, что мы понимаем, что первый выпуск этой школы происходил как раз в 41-м году. То есть, да, вот накануне Великой Войны. Во время войны в здании находился штаб московской дивизии народного ополчения, где разрабатывались планы по обороне столицы. Лишь в 60-е деревня Акишево стала частью Одинцова. И именно здесь, согласно генплану города, решили сделать административный центр. То есть, по тюрьму, потому что здесь, действительно, не было домов. Это были поля, это было свободное пространство. Появляется такая идея благоустроить как раз здесь центральную площадь. Для этого, конечно, нужно было выполнить несколько шагов. Для администрации города нужно здание, для горсовета нужно определенное пространство. И как раз в 70-м году строится наше здание администрации, выполняющая до сих пор свои функции такого административного центра города. Через два года построили гарнизонный дом офицеров. Его украсили в типичном для советского времени мозаичном стиле. Создали и благоустроили пруд школьный. Сейчас местные жители называют его «Баранка». Установили памятник Владимиру Ленину. Этот архитектурный ансамбль сохранился до наших дней и стал местом притяжения горожан и гостей Одинцова. Подробнее об истории центральной площади города и строении на ней расскажем сегодня в программе «Про округ» сразу после выпуска новостей. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.